Девушки, женщины Мы получимся острых и интересных вопросов, которые не оставят равнодушными никого. Но перед этим я бы хотела, чтобы мы с вами подготовили наше сердце и все вместе помолились. Дорогой Господь, мы приглашаем Тебя на это ток-шоу. Мы просим Тебя, чтобы Ты был с нами, чтобы через это слово, через этот диалог сегодня приходило Твое исцеление и восстановление. Господь, мы отдаем в Твои руки это ток-шоу. Мы хотим, чтобы Ты был здесь среди нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Драгоценные, с кем-то мы уже знакомы, с кем-то еще нет. Позволю себе представиться. Меня зовут Юлия Щелконогова. Я молодежный лидер. Лидер служения гостеприимства и служитель Уральского дома молитвы. И сегодня у нас в гостях, у меня большая честь представить Надежду Николаевну, доктора психологических наук, автора более двухсот книг, статей, методических пособий, более чем за тридцать лет работы. Мне кажется, в это время можно уже аплодировать. Служение провела более 50 тысяч тренингов и консультаций по вопросам семьи, отношений. И для нас Вы идеальный эксперт. Приглашаем Вас к нам на сцену. Надежда Николаевна, сегодня важный вопрос у нас. Ток-шоу звучит «Быть замужем или быть свободной?» Приглашаю Вас на это место. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Перед тем, как началось наше ток-шоу, мы провели целый опрос в соцсетях среди девушек и женщин. Мы собрали вопросы, там было более сорока. За три дня мы собрали много вопросов. И один из самых частых вопросов, который был задан, это «Нужно ли быть послушной женой?» И как это послушание должно проявляться? И что говорит по этому поводу слово? Ну, вообще, классный вопрос. Но сразу начну с коррекции, Юля. Но это во мне говорит училка, понимаете, я сразу так, оп, работу над ошибками провожу. Во-первых, там не «или» быть свободной, а там написано «вьосос». Ну, вот, может быть, это моя вина, что я этот «вьосос» написала. То есть я как бы противопоставляю две сущности. Женщина замужняя и женщина свободная. То есть это не вопрос выбора, потому что если ты свободная, у тебя совершенно другие факторы в твоей жизни работают. Если ты замужняя, у тебя совершенно иные факторы работают. То есть здесь как бы нет такого «или-или». Ну и по поводу быть послушной. Я бы тоже начала немножко так издалека. Вообще, женщина – помощница мужу. Мы все с вами знаем об этом. Но интересно, что когда Бог сотворил женщину как помощницу, там употреблено потрясающее слово «эзыр». Ну, сейчас многие дружат с интернета, можете даже так вот набрать в интернете слово «эзыр». И вы знаете, что увидите? Что этим же самым словом Бог называет себя. Вот жена «эзыр» для мужа, а Бог о тебе говорит. Я тебе «эзыр» в твоих путях. Я тебе «эзыр» в твоих бедах. «эзыр» придет синая. Вы представляете, дорогие, как только женщина выходит замуж. Это не вопрос свободы или несвободы. Это вопрос то, какой ты будешь «эзыр» для своего мужа. А смотрите, мой муж очень любил об этом говорить на мужских семинарах, когда он говорил, мужчина, когда вы слышите, жена-помощница, ну, вам сразу кажется, ну, это чай принеси, носки постирай, там, тело предоставь. Вообще не о том. Вообще не о том. Кто так по-небратски с Богом обращает? Ну, нет, конечно, есть люди, которые считают, что Бог Дед Мороз. Знаете, так, Бог им должен. Ну, мы с вами понимаем, что это не совсем правильно. Да? Представляете, «эзыр» — вот это слово. И если, скажем, женщина живет с абьюзером, с домашним насильником, с изменником, мы вчера об этом подробно говорили, она прогибается, она молчит, она укрепляет мужа в своем абьюзе, в пороке, в порочном поведении, в грехе, она «эзыр», но «эзыр» под знаком «минус». Она укрепляет мужа в пороке. Господь такой «эзыр» для нас. Если мы с вами ведем порочный образ жизни, он любит, прощает, но поддерживает? Нет. Поэтому если женщина, это называя ложным смирением, говорит, ну я же вот послушна. Да ты не послушная, ты соучастница преступления, духовного преступления, которое творит твой супруг. И наоборот, то, о чем сегодня говорила Диана. Да, вот мужчина, твой муж, которого ты избрала себе в мужья. Ты можешь ему помочь стать лучше, развить те замечательные дары, которые у него есть. Потому что можешь их либо задавить, либо помочь развить. Вот что значит «эзыр», вот что значит быть послушной. Ну да, это прям видно, когда человек в правильных отношениях, он растет и расцветает. Но если рядом с ним какая-то другая женщина, и она на него так влияет, что… А я сейчас опять начну работать над ошибками, можно? Конечно, мы для этого здесь собрались. Вот вы назвали слово «отношения». Что вы имеете в виду по словам «отношения»? Ну вот здесь, поскольку мы про женатых и замужних, я скорее про отношения, что люди в браке состоят. Но нас будут смотреть, наверное, и верующие, и неверующие, и те, кто состоят в браке, и те, кто не состоят, ну и, наверное, те, кто встречаются. Ну вот поэтому я хочу развести еще раз. Когда сейчас говорят там «я в отношениях, вот как мне в моих отношениях вести себя со своим мужчиной?» я сразу конкретно задаю вопрос. Этот мужчина – те кто? Вот кто? Это мой молодой человек. Ну, молодой человек, вообще-то, знаете, это определение биологической сущности. Вот есть молодой человек, есть старый человек. Да? Вот есть мужчина, есть женщина, вот это. Ну что ты имеешь в виду? По словам, мой молодой человек. А как еще моя девушка? Вот это вообще. То же самое – это биологическая сущность. Когда, знаете, мне интересно, что вот эти совершенно, я не побоюсь этого слова, дурацкие термины проникают в церковь, когда один человек задает другому вопрос. «У тебя девушка есть?» Ну что значит «есть девушка?» Ну сейчас посмотрю, в карманах порой, может, где-то там завалялась девушка. Или там «У тебя есть парень?» Ну или «молодой человек?» Ну, значит, что такое? Ну вот подумайте. Ну вот статус девушки по отношению к молодому человеку, ну или женщины по отношению к мужчине. Это просто знакомый, да? Это слово «друг» не называю. Ну, многие говорят «друг». Но дружбы между мужчиной и женщиной в фертильном возрасте не бывает. Дружба заканчивается в песочнице лет 8, и может начаться, ну, 60+. Я прям предчувствую количество комментариев, которые сейчас у нас появляются. Это так. Поэтому, когда, знаете, какой-нибудь замужний женщина дружит с каким-нибудь женатым мужчином или неженатый, да, или там женатый мужчина дружит с какой-нибудь там женщиной, который вместе с ним там ведет служение, я говорю, не называйте это дружбой. Вы участники одного проекта, да, вы вместе, ну, делаете какое-то там дело там на Неве Божьей. Ну, это не дружба, не надо это, пожалуйста. Потому что, ну, дружба, она предполагает глубокие отношения. А мы так устроены, что женщина, ну, реагирует на мужчину. Так Бог нас создал. И чем больше мы углубляемся в дружбе, тем подключится биология очень быстренько. Но давайте, как бы, вот это просто называть своими именами, да, и не называть то, что есть. Итак, возвращаемся. Значит, парень или мужчина, либо просто знакомый, либо партнер или сослуживец, да, в каком-то проекте, либо, если сделал предложение, жених, поженились, значит, муж. Правильно? То же самое, что женщина, да? Либо просто знакомый, либо вместе ведете какой-то проект, да, либо, если сделал предложение, то его невеста, либо его жена. Если вы встречаетесь, за ручки держитесь, друг на друга смотрите масляными глазками, где-то там по углам обжимаетесь, а если еще у вас секс, причем, знаете, есть такое понятие, как непроникающий секс, кстати, который очень популярен в церквях. У нас ничего нет, но они настолько наобнимались, что у нее во время этих объятий уже увлажнение влагалище пошло, а у него там уже и семь извержений. Простите, это секс, он просто непроникающий. Понимаете? Ну, они считают, не-не-не, мы чисты друг перед другом. Но, прости, он у тебя уже не друг, ты ему не подруга, да? Как бы такого и не бывает. Вы не просто знакомые, предложение он тебе не сделал, ты ему, да, не ответил, вы не муж с женой, кто вы? Но зовите конкретно, любовнички. Но это же жестко звучит, никто не хочет такого статуса. Конечно. А давайте смотреть в Писании. Если человек ворует, он кто? Вор. Если человек изменяет, он кто? Блудодей. Вот почему-то, понимаете, Господь не стесняется называть все своими именами. А мы говорим, да это же жестко. Давайте мы погладим и острые углы скрасим. Ну, как называть человека проституткой? Она их искортница. Ну, правильно? Ну, она же обидится, если я ее назову таким жестким словом. Ну, слушайте, ну, как бы вот оно так, вот назовите, все как есть. Если ты встречаешься, обжимаешься, а он тебе никто, любовничек, а ты, соответственно, любовница. Ну, а как тактично реагировать на это? То есть, ты, допустим, попал в такую ситуацию, когда твои друзья или вот люди в служении, ты это видишь, но они, допустим, называют, что мы дружим. Или как реагировать на эту ситуацию, как-то поправить или смириться и согласиться и стать тоже соучастником. Ну, если они вам вот это в уши дуют, вы можете конкретно сказать, я это слушать не буду, это вранье. Вот, если им нравится жить во вранье, им нравится обманывать друг друга, себя, Бога, но это их решение. Ну, вы их в этом не поддерживаете? Я обычно говорю, ну, валите на меня. Вот там была такая странная тетенька, Телепова, да? Она прям так жестко сказала, ну, что-то мне так интересно показалось. Ну, или сами там как-то, да, подумайте. Ну, это же действительно то, что сейчас происходит, когда черное называют белым, белое называют черным. Грех полностью перемешали с праведностью. Там реально порой не разобрать, и к чему мы пришли. Ну, вы сейчас такие фразы поднимаете прям. Нас этому пастрю Виктору учит, чтобы мы это смотрели и были очень внимательными к тем мыслям и к тому, как мы называем то, что происходит. В тему же к этому поступило такое сообщение, что, ну, вопрос, молодой человек, ну, мы встречаемся, мы уже разобрали, да, что означает встречаемся, предлагает мне определенную близость. Почему? Потому что есть такое мнение, а вдруг мы друг другу на уровне физиологии не подойдем? Вот, что делать в такой ситуации, как ответить и как сдержаться? А это вопрос от верующей? Ну, там не подписано. Не подписано. Ну, хорошо, ну, раз не подписан, давайте будем думать, что это априори человек, который незнаком, что в писании написано. Вот, потому что человек знает, что делать и знает, что ответить этому товарищу, красавчику, который вот так вот решил сыграть на твоей, так сказать, биологии, да, вот, на твоем желании биологическом. Иметь рядом мужчину на твоем биологическом желании, да, чтобы тебя кто-то любил, обнимал, целовал и так далее. Вы понимаете, ну, кроме биологических желаний есть еще душевная наша сущность, есть духовная составляющая, есть то, что прописано в Писании, то, что нам во благо. Если мы пойдем на пути вот этой биологической сущности, ну, это, знаете, как, вот одна из наших книг «От печали до радости», может быть, вы видели, там на обложке мозг и такой человечек, как кукла из Папье-Маше, да, и вот им вот, он как веревочная кукла такая, да, им управляет вот эти вот биология в голове. Ну, так вопрос-то перед вами стоит, передо мной стоит, перед каждым из нас. Я просто биологическая сущность, либо я дочка Божия? Не просто биологическая сущность, но у меня еще есть душа, и у меня еще есть духовная составляющая, у меня есть ценности, по которым я живу. Получается, каждый из нас стоит сейчас, ну, в какой-то момент в своей жизни перед острым выбором. Поступить мне как попроще будет, или поступить, как Господь говорит в Писании? Ну, почему, если Господь говорит, что-то прям сложно? Я как раз считаю, что, знаете, вот Господь, вот, вот все, что написано в Писании, это все максимально просто. Вот если в нашей жизни что-то не ладится, это мы усложнили что-то, исходя из той чуши, которая нас окружает. А вы знаете, почему все просто? А потому что все гениальное просто. А кто гениальнее Бога-творца? Понимаете, Бог не запутывает ничего в нашей жизни. Ну, правда, верующийся такое, меня бес попутал. Я говорю, знаешь, когда ты вот это творила, наверняка, он там рядом бес стоял и просто обалдевал. Я бы такого вообще в жизни не додумался. Ну, слушайте, ну, не надо все валить на какие-то там потусторонние силы. В конце концов, тебе Бог для чего мозг дал? Ну, для чего? Голову дал, чтобы просто ею есть или что-то там какие-то слова выплевывать. Вы понимаете, ну, наверное, Бог нам это дал не просто так, а что мы с вами тоже могли принимать решения, основываясь на его слове, которое он конкретно прописал. Там же все прописано. Слушайте, я была в свое время, еще в самую так вот пору моего детства в Боге, 30 лет, вот я с Господом немножко больше уже, я была удивлена, что он учил еврейский народ даже, простите, ямки выкапывать в туалет сходить. Вы понимаете, ну, то есть там все прописано, ну, даже такие биологические нужды прописаны, как нужно правильно жить. И уж тем более Господь все конкретно прописал, как правильно жить в отношениях мужчин и женщин. Ну, то есть, получается, он усмотрит, и если это ваш человек, ваша вторая половинка, и вам суждено быть вместе... Я опять буду делать работу над ошибками. Сейчас я говорю только, то после брака у вас физиологически все сложится. Я поняла по выражению лица, что вопрос вторых половинок. Мне так нравится, Юля, с вами разговаривать. Знаете, потому что Юля практически озвучивает то, что я действительно очень часто слышу от людей, причем не только молодых людей, но и в возрасте. Знаете, когда им в голову что-то такое вложили, они сами себя вложили. Вот когда ты его увидишь, ты прям сразу поймешь, это твой человек. Я говорю, подождите, ну, как вот ты сразу поймешь? У него прям на лбу так вот прям высветит твой человек. или так вот громыхнет что-нибудь такое облако и там написано, Маша, это Вася для тебя. Ну, понимаете, или, знаете, если мы будем на этом играть, я поняла, что это мой человек, это получается, что, скажем, женщина жила-жила с мужем, жила-жила, а потом вдруг в какой-то момент поняла, не ее человек. А вот она в одноклассниках вдруг нашла Васинку, с которым в 15 лет им было так классно, и она понимает, это ее человек. А там дальше бес попутал. Конечно, нет, там бес не попутал, там она идет, как правило, такая вот, и она говорит, ну, если это мой человек, это моя вторая половинка. Ну, пастор Диана, ну, скажите, я что, должна себя мучить? Вы что, против Божьего промысла? Ну, да, вот так, да, это меня бес попутал с мужем, который меня там 17 лет промучилась. Вот же мой Божий промысел. Понимаете? Вот. А потом просто, ну, задаешь какой-то определенный вопрос, скажем, если женщина врубляется в какую-нибудь такую мужчину, да, вот, вдруг понимает, муж вообще там, чего муж там, что дети? Порой внуки бывают, он патус такой биологической срабатывает. Да, вот я поняла, что вот мой человек. Я говорю, ну, знаете, ну, как вы это поняли? Я прям почувствовала. Я говорю, хорошо, я могу предположить, что, наверное, в этот день у вас была овуляция, поэтому вы особо активно реагируете на мужскую, существенность, а у него, видимо, дня 3-4 не было полюции, поэтому он очень активно среагировал на ваши вот такой вот эволюционный, так сказать, изобилие фираментов специальных. Ну, прям что, все биология? Конечно. Конечно. Понимаете, вот это вот понятие мой человек, не мой человек, это не решается вот так вот, оп, мой человек. Это биология, ребята, это погнались нейромедиаторы. Ну, ты остановись и подумай, какие у него ценности, во что он верит, как он Бога воспринимает. Поспрашивай, посмотри, как он в церкви себя ведет. Подойди к пастору, задай вопросы. Вот вы знаете, что-то у меня вот к этому человеку, ну, я его не знаю, я знаю, он раньше ходил в ту церковь, а до этого ходил в ту церковь. Я, пожалуй, с теми пасторами поговорю, что они мне про него расскажут. Но собирая информацию для того, чтобы понимать вообще своей биологии дать или, как говорится, дать возможность расцветать отношения. Здесь как раз этот вопрос прям назревает. Следующий, да, про тех, кто не замужем и тех, кто не может найти в церкви подходящего человека. Нормально ли это? Такое бывает и с чем это может быть связано? И вообще, проблема ли это? Или это свобода? Вот у меня сразу напрягло слово подходящий. Подходящий чему? По каким-то критериям. Это пазл должен сложиться. Что там должно сложиться? Ну, не знаю, как там люди друг друга находят, чтобы жениться. Я еще пока не в этой секции. Вы знаете, в Писании же сказано, что Адаму Бог дал жену подобную ему. Да, но если мы будем читать, как в математике, да, от перемен мест слагаемых сумм он же не меняется, значит, получается, что женщина, да, как бы, но ищет человека или хочет иметь рядом с собой человека подобного ей. Ну, чтобы они как пазл где-то вот создали, да, вот, оно целое. Кстати, подробнее я об этом буду завтра говорить на супружеском семинаре. Приходите. И смотрите, и когда говорят, например, что мужчины любят дурочек, слышали такое? Это чушь. Если подобное притягивается подобным, вот глупые мужчины, да, они будут искать дурочек. А умным мужчинам. Другое дело, что дурочки порой бывают, знаете, такие сексуально озабоченные, они просто могут где-то сыграть на мужских моментах. Ну, мне просто жаль мужчину, который на дело попался. Поэтому нужно прям активно работать с мужчинами, да, потому что, ну, чтобы они не попадались вот в такие сети. Или говорят, сильный мужчина, или как, мужчина любит слабых женщин. У него сразу просыпается такой папик внутри, он хочет, там, опекать женщину. Вот слабые мужчины любят слабых женщин. Если сильный мужчина, ему не нужна слабая женщина. Понимаете, подобное притягивается подобному. И поэтому, если вам сейчас такой вопрос вы задаете, ну, сначала нужно подумать, какая я. Вот, что мне в себе нравится, что мне в себе не нравится. Что я готова простить, на что я готова закрыть глаза. Ну, что для меня, вот, архиважно, просто, вот, обязательно для меня важно, чтобы это в человеке было. Пусть у него будут желтые зубы, пусть у него будет непряхно пахнуть и злота, пусть он будет маленького роста, пусть он будет, ну, там, не знаю, не совсем там приятного аландолоновского телосложения, но для меня важно, чтобы он был умен, он имел такие хорошие мужские амбиции, у него были какие-то правильные цели, но если ты хочешь, себе вот нарисовал такую картинку, что там прям вот мачо. Чек-лист из ста вопросов, по одному не попадаешь, все, идешь мимо. К сожалению, так часто и бывает, а потом претензии к Богу, ты что мне подсунул? Ты сама выбрала, да, вот, исходя из каких-то важных критерий в своей жизни. И вот эти вот важные критерии, ну, вот мы применяем, нам Бог не зря разум дал, да, то есть вот начинаем с ценностей духовных, да, веры, насколько у нас это, да, совпадает понимание Бога, еще раз вернусь, да, дальше мы смотрим, а какой человек в социуме, какой он сын, если он... Смотреть его в разных ролях и в разных ситуациях. Конечно, конечно. Один на один можно смотреть? Не стоит, потому что один на один, если вы остаетесь, то включается биология, мы так устроены Богом. Это неплохо, нехорошо, поэтому нужно максимально вот эти вот встречи один на один исключать, потому что это чудовищная провокация, вот игра на вот наших таких вот биологических моментах по отношению друг к другу. просто я слышала недавно такое мнение о том, что если он с друзьями так себя ведет, то тет-а-тет один, он ведет себя, вообще человек меняется и вообще себя по-другому ведет. Ну и наоборот, да, что люди знают, как они, когда вот рядом сидят, знают, как они ведут себя, а когда в компанию друзей попадает, там вообще какой-то другой человек, у тебя ступор, с кем я вообще разговаривала 15 минут назад. Все для тебя звоночек. Сразу звоночек. Оп. А вообще он кто? Он какой? Какие у него ценности? Что для него важно? Где он настоящий? А может он вообще нигде не настоящий? Может это такой талантливый актер? Я вообще хочу замуж за актера. Ну опять вопрос. А есть какой-то срок вот этого актерского мастерства, когда он там посмотреть, сколько надо вообще на человека смотреть, когда он проколется, не проколется, сколько нужно времени для того, чтобы понять, оно или нет. Вот смотрите, я вот как раз начала о чем говорить. Значит, сначала мы смотрим на его духовные, духовные ценности. Сейчас очень модно, скажем, по интернету знакомиться. Интернет это очень хорошее средство, очень хороший механизм, знакомство. Почему нет? Замечательно. Но здесь надо быть очень осторожным. Да, по интернету, там анализируя, может быть, его, на кого он подписан в аккаунтах, какие он комменты пишет, там очень тоже много, можно какое-то мнение о человеке составить. Потом вы начинаете с человеком, ну как, смотреть именно его социальный статус. Какой он, опять же, сын? Если, например, он говорит о детских травмах, как там, какой он несчастный, его там мама с папой обидели, он такой весь травмированный. До свидос. Непроработанный парень не берем. К психологу даем ему натурение. Нет, нет. Причем, если проработан не проработан. Это человек, который ищет козлов отпущения в своей жизни. Он не берет на себя ответственность. Дяденьке 30 лет, а у него все, мама с папой виноваты. Ну, это несерьезно. Это, простите, вообще не мужская позиция. Напрягитесь. Если он что-то пообещал, не исполнил. Обязательно подключите кого-то еще. Сами вы не справитесь. Ну, элементарно, подойдите, опять же, к пастору церкви. Знаете ли вы вот пастора там церкви, где вот этот человек находится? Созвоните с ним, пожалуйста. И пусть они между собой поговорят. Ваш пастор даст какую-то о вас информацию. Тот пастор даст о нем информацию. Потому что достаточно часто так случается, что то, что мы слышим друг от друга, на самом деле не соответствует реальности. Я все время говорю, дайте друг другу ну минимум 10 контактов. Например, мамы, друга, опять же, пастора. Ну, там еще у кого-то. Бывшей девушке, которой ты морочил голову. Ну, она же про меня много чего говорит, конечно. Был женат или была замужем? Да, и телефон тех. Зачем? Это же ужас. А что ты скрываешь? Причем здесь прошлая жизнь? Понимаете? Вам нужно собрать максимум информации про человека, потому что, понимаете, супружество – это одна жизнь на двоих. То есть, получается, что ваше прошлое, настоящее будущее все сплетается в одно. И если вы, простите, одержимый страстью биологии, да, вводите в свою жизнь, а свою жизнь посвящаете другому человеку, при этом не зная друг о друге каких-то базовых вещей, ну, хотя бы, почему с ним развелась жена? Как так получилось, что у него трое детей от разных женщин? Ну, поговори ты с этим женщином. Что ты боишься? Ну, чего ты боишься? Ну, он же пришел к Богу, он же пришел к церкви, в их христе новое творение. Это правильный ответ. Ну, ты поговори с теми женщинами. Если до этого девочка там с одним погуляла, с третьим погуляла, с четвертым погуляла, ну, ты поговори с теми ее, людьми, которые с ней расстались. А что ты боишься? Почему ты не даешь телефоны тех? Ну, поговори с ними. Понимаете, полнота информации реально нужна. И вот здесь нужно, чтобы кто-то помог. Поделиться, опять же, с пастором, наставником. Помогите. Ну, пример, например, одна женщина познакомилась в интернете, вот они, значит, договорились, что встретиться именно, вот мы как раз в Самаре тогда жили. Давайте мы к вам приедем в Самару, мы с вами встретимся, так сказать, в офлайне, а мы их онлайн как бы так вот консультировали. И вот они встречаются, и она в первый же день пришла в ужасе, но они жили в разных гостиницах, все как положено, как бы, да. Она говорит, вы знаете, ну, я как-то, ну, к нему зашла, он там поправился, говорит, поднимись, тут мне там кое-что там, там помочь, что-то нужно было. Я поднялась к нему в номер, у него зубной щетки нет в ванной комнате. Я им говорю, а что ты вообще зубы не чистишь? То есть то, что я сказала про зубы, это я не придумала, это на самом деле реальная ситуация. Он говорит, а зачем? Ты знаешь, что если чистишь зубы, то эмаль стирается, а все эти современные пасты, они разъедают там реальную микрофлору. Вот у меня мой дедушка никогда зубы не чистил, яблочко на ночь, и у него зубы там в 90-м годах, ну, чуть-чуть только там где-то там подшатываются, а так вообще... Хорошая генетика у парня, очень хорошая генетика. Ну, я к чему говорю? Я говорю, ты готова выйти замужу к человеку, который не будет чистить зубы. Они желтые, но не будет чистить зубы. Потому что, если ты сейчас ему говоришь да, ну, конечно, он может там, чтобы тебе как угодить, а поймать, так сказать, свои мужские сети, ну, почистит раз-два, а потом не будет. Так что он такой. Если ты не готов терпеть вот такие вот желтые зубы, не морочь ему голову. Все просто? Вы очень неинтересно вопрос поставили. Ну, Потому что вот это вот, знаете, он сейчас пьет, там он такой, ну, какой-то такой неадекватный. Ну, когда он на мне женится, моя любовь так велика, она его изменит. А потом начинается манипуляция. Вот даже моя любовь не изменила. Представляете, какой он грешник? Ну, это вообще нечестно. Ну, согласна. Согласна. Поэтому прежде, чем я все время мужчину говорю, прежде, чем пригласить женщину или там парня, пригласить девушку, да, на свидание. Сначала подумай, ты на ней готов жениться, ну, в течение ближайших трех-шести месяцев? Если ты сейчас не хочешь жениться, не хочешь замуж выходить, не морочи друг другу голову. Тусоваться хорошо лет 15-16, то так, в компашках. Но простите, если тебе уже за 20, ты уже взрослый дяденька, взрослый тетенька, что за тусовки? Зачем встречаться просто так? Зачем играть друг у друга на вот этих вот гормональных биологических вещах? Поэтому прежде, чем пригласить женщину, сначала посмотри, насколько выстроились первые два. Вот ее социальный статус, какая она дочь, там, какая она служительница, какой профессионал, да, и духовный статус. Когда это выстроилось, ты видишь, окей, тогда только приглашай. Женщина, вы соглашаетесь на свидание только в том случае, когда вот эти опять сложились. Вот это, понимаете, это чушь, когда считаешь, вот мы встретимся вдвоем, я его лучше узнаю. Нет. Нет. Не узнаете вы лучше. на собеседование к пастору, к лидеру, а потом только на свидание. Примерно так. Или вместе туда на собеседование. Угу. Я говорю идеал. Понимаете, идеал. Потому что главное не включать сразу биологию. Понимаете, а вот посмотрите, все сериалы, вот которые мы смотрим, начинаем все с биологии. Правда? Вот сразу, вау, меня к нему тянет. Вау, я сразу влюбился. Вау, какая. И вот знаете, вот какие-то мурлыкни, какой-то кошачья. Ну, слушайте, ну, не зря же Бог оставляет какие-то свои вот эти указания, что нужно серьезно подходить к супрожеству. Это человек, с которым вообще-то ты будешь вместе стариться. или ты считаешь, ну, подумаешь, разведусь. Позже, не насильник, правильно? Ну, разведусь с одним, с другим, разведусь с одним, с другим. Или как пишут, я в поиске. Это очень интересная фраза. Я в поиске. А давайте поговорим о тех людях, которые не в поисках, например. Ну, которые не ищут каких-то отношений и считают себя вполне... Давайте слово отношений исключим. Которые еще пока не готовы жениться, пока не хотят замуж. Давайте вот так. Да, которые пока не готовы к браку и, в принципе, они считают себя вполне нормальными, адекватными, но есть определенное давление снаружи, которое говорит о том, что старородящее, вообще, что ты делаешь? Ну, какая ты не до девушка, не до женщины, а ты вообще рожала, да? Вот это все, мне кажется, в нашей культуре, оно все так зацикливается и делает, как будто бы из девушки, которая еще не... Ну, вот ей 20 лет плюс, не вышла замуж, все, какая-то неполноценная. И вот как реагировать на такие выпады? Стоит ли это делать? Ну, вообще, если человек не замужем, не женат, я называю таких людей, знаете, как золотой фонд церкви. Это серьезно я говорю? Потому что все свое время, все свои силы, там средства, ты можешь совершенно безболезненно, да, вот как бы ты пред Богом, ты вот для себя решаешь, все, я посвящаю, вот, да, вот как вот. Ну, апостол Павел не зря же сказал, будьте как я лучше, да, если хотите полностью Господу служить. Но, правда, потом он сказал, впрочем, это я говорю, а не Бог, потому что изначально Богом было сказано, что человеку одному быть нехорошо. И поэтому, чтобы не говорили вот такие люди, которые говорят, ну, я просто не хочу сейчас замуж, ну, потом я, конечно, когда-нибудь я хочу, но сейчас не хочу. Или там, я пока не хочу жениться, ну, когда-нибудь, конечно, хочу семью, но сейчас я не хочу. Ну, ты тогда хотя бы озвучь, что ты, ну, не скопец. Потому что, в общем-то, в Писании есть такое понятие, как скопец, да, помните, Христос говорил, есть скопцы такие, тут рубы матери, то есть они изначально не подразумеваются, что будут иметь семью. Есть скопцы, оскопленные людьми, ну, например, там, евнухи, да, предполагается, что у них не будет семьи. И есть скопцы, которые сами себя оскопили для Царства Небесного. Ну, то есть это те люди, которых вы говорите, я хочу быть золотым фондом церкви. Но если вы интересуетесь, Юля, семейными вопросами, именно вы ведете ток-шоу «Вы не скопец». Получается так. Раз вы не скопец. Будет внизу, но номер пастора, если что. И если не скопец, да, да, хочу замуж. Вот понимаете, почему-то стыдно говорить о том, что, да, вот, я замуж хочу. Ну, как-то молитесь за меня, да? Ну, как-то чуть-чуть об этом всем говорить. Я жениться хочу. Как-то считаете, что это какая-то слабость. Ну, слушайте, ну, а для кого секрет, если в Писании написано «Нехорошо быть человеку одному». Ну, нехорошо. Опять, если ты скопец, ну, тогда, да, я решил всего себя, вот, да, вот, Антоний Сурожский на эту тему очень классно сказал. Вот он сказал, что скопцы, еще раз, человек отражает образ Божий двояко. Либо он посвящает себя Богу всецело, да, и он становится таким скопцом или монахом в миру, либо он отражает Бога в семье. То есть, когда вот этот образ Божий в семейном союзе, мужчина и женщина, да, он отражает образ Творца. Ну, а теперь скажите, как легче отражать образ Божий? В одиночку или еще за кого-то отвечать? Ну, конечно. Ну, конечно, в одиночку. Понимаете, ну, опять апостол Павел про это говорит, но дальше он говорит, впрочем, не я сказал, опять возвращаемся. Да? Но ведь для того, чтобы потом в семье отражать образ Божий, это же труд колоссальный. Это же не получается просто сегодня поженились, а завтра образ Божий отражаем. Нет! Это произойдет через какое-то серьезное время. Вы должны перемешаться. Вот обычно я показываю, завтра я тоже буду показывать это на семейной конференции. Вот мы обычно показываем так два кусочка пластилина. Вот два кусочка поженились, два человека. Один зеленый, другой красный. Да? Скажем, жена зеленый, муж красный. Ну, у меня муж все время красный выбирал для себя. И вот смотрите, что такое зеленый? Зеленый – это там мой характер, мое понимание ценностей, мои привычки и традиции в моем доме. Красный – это мое понимание ценностей, мое понимание служения, мое понимание жизни. Да? И вокруг все нам твердят о чем? Должны быть личные границы. Должно быть личное пространство. Вообще ни в коем случае близко другого не подпуская. Чем больше подпустишь, тем тебе больнее будет. Оставайся собой. Вот, понимаете, мешают ложь с правдой. Да, оставайся собой. Но одна жизнь двоих – это то, что значит быть одной плотью. И если мы начнем перемешивать вот эти два кусочка пластилина, я просто вам сейчас покажу, что получилось в результате перемешивания. Это наш был с супругом последний совместный семинар в Новосибирске. Вот во время нашей лекции он перемешивал, перемешивал, перемешивал такие два кусочка пластилина, получился вот такой, знаете, насыщенный бордовый цвет. И вот обратите внимание, там остался зеленый, он внутри остался, он не стал бордовым. И красный остался, он не стал бордовым. Вот если посмотреть под увеличительным стеклом, вы там увидите, там прожилки остались, и красный, и зеленый. Но это вот тайна сия велика, как оставшись самим собой, при этом создать вот одну жизнь двоих. И понятно, что перемешивание не произойдет, еще раз скажу, за год, за два. Но мы с мужем перемешивались, когда его задавали вопрос. Михаил Николаевич, ну вот сколько вам потребовалось с женой, чтобы так стать? Он говорит, ну, 19 лет. А потом стали вообще полный восторг получать. Ну, у нас там были свои проблемы, почему мы так долго не перемешивались, или так долго перемешивались. Но работая с парами, мы конкретно видели, что раньше, чем через 7 лет, вот этого конкретного перемешивания нет ни у кого. понимаете? Это реально время, это реальное вот желание быть одной плотью. Но для этого нужно жить по слову, а не так, чтобы беречь границы, беречь личное пространство, уметь говорить нет. Вы знаете, сейчас вот так много всяких-то этих тренингов, научить вас говорить нет. Да, ребята. Гарри Чепман, который говорит о том, что еще один язык любви это личное пространство. Это он после ковида, если что, написал. Ну, вы знаете, вот читая Гарри Чепман, вы мне вчера об этом сказали, позавчера, я для интереса залезла, прочитала. Вы знаете, там идет разночтение. Видимо, я его очень люблю, Гарри Чепмана, но вот тут он как-то разночтение допустил. Понимаете? Одно дело дистанцироваться от людей или ограничивать влияние тех, кто нас разрушает, ну, например, абьюзеры там. Или дети, которые вырастают, взрослые детишки, начинают своим мамам, папам претензии высказывать. Ты меня недолюбил, ты мне травму допустил, я из-за тебя несчастен. Вот, понимаете, и мама с папой реально просто, я говорю, что делать, дистанцируйтесь. Помните, как отец блудного сына? Он не бежал за ним, он не ползал на колени, сыночка, ну, прости, из моей детской травмы, которую я тебе доставил. Он не ползал ему оказаться там со свиньями около коры, это когда сын сам пришел в себя. Все. Понимаете? Дистанцируйтесь. Но это не значит, что вы... Что такое граница? Это стена. Ну, я вчера уже об этом говорила, да, это паспортный контроль, это таможня. Я себя отлучаю от других людей. Нельзя отлучать себя от других людей. Что такое нет? Нет, это разрушение мостов. Да, это построение мостов. Не надо учить говорить нет, надо учить правильному да. Чувствуете разные вещи? А можно на примере? Как это звучит? Как это применить в своей жизни? Ну, то есть, допустим, человек делает мне как-то больно, неприятно, и я ему говорю, нет, слушай, мы не будем дальше строить отношения. Или это... Это не так должно быть. Да. Но это же мои личные границы, мне неприятно, ты не рукаешь, и поэтому говорю тебе нет. Еще раз. Что такое граница? Повторяю, да? Это стена, это голючая проволока, я отлучил себя от человека. Если я не учусь прощать, мы вчера поговорили про бутерброд, да, и я вчера говорила о том, что то, что я просила, то, что я высказала, но я должна сначала высказать свою боль, потому что, не высказав боль, я практически оставляю стену. Я буду держаться подальше вообще от этого человека. Но я выстроила стену, если от одного человека, но если я не научилась прощать, у меня будет стена с другим, у меня будет стена с третьим, и ты просто не заметишь, как, прости меня, оказываешься внутри себя, потом такие девочки приходят, ой, я что-то не умею строить отношения. Вот вроде строимся, строимся на поверхности, но как-то заходим в глубину, я уже дальше пасую, я не могу. Так правильно, потому что ты научена уметь говорить нет и строить границы. Ну, ну, сиди там в своих границах. Тут надо уже по-другому на ситуацию посмотреть, понимаете? И опять, то, что вы простили, по-другому скажу. Давайте так. Нас с вами Господь возлюбил когда? Ну, когда мы его не знали. И когда не знали, и когда были еще грешниками. Но уже тогда он нас с вами возлюбил, и уже тогда нас с вами простил. А отношения с Богом когда начались? Когда? С покаяния нашего. Ловите мысли? То есть, если, скажем, ну вот сегодня я приводила, пример или вчера это было, когда, если человек взял в долг и не вернул, да, и говорит, ну, ты же должна прощать. Окей, прощаю. Брат, прощаю. А через три дня подошел, опять просит в долг. Дадите или не дадите? Понимаете, простить и быть соучастником его воровства, потому что, если ты взял долг и ты не вернул, ты вор. То же самое так, если муж, например, абьюзер, сбивает жену, материт, гуляет, а она никому не говорит, терпит и молится. Хотя, Матфея 18 глава конкретно сказано, нельзя этого делать. Сначала ему скажи, потом еще кому-то скажи, потом всей церкви скажи. Вот. А если она молчит, она соучастница преступления. Еще раз хочу сказать, она из ИР под знаком минус. Она его укрепляет в его пороке. Точно так же, как если вы вот так вот, вор вам ничего не вернул, вы его простили, но вы опять даете в долг, и вы никому не сказали, что он долг не возвращает, то есть он вор, вы укрепляете его в воровстве. Все очень просто. Писание так написано, это не я придумала. Матфея 18 глава, с 15 стиха читайте, что в таких случаях делать. А мы это называем, я все покрыла любовью. Я говорю, пожалуйста, не называйте это любовью. Это ваше малодушие и ядовитые эмоции. Вина, стыд, страх, обида. Это не имеет вообще никакого отношения к любви. Вообще никакого. Я думаю, что мы будем еще пересматривать и пересматривать это, потому что здесь есть большое такое семя и глубина, есть над чем подумать. Потому что некоторые вещи, о которых мы сейчас с вами говорим, они вообще вот так переворачиваются, и белое становится белым, а черное становится черным. Я бы хотела вас сейчас поблагодарить, мы еще не заканчиваем, но давайте подарим аплодисменты аплодисменты за такие мудрые листы. И есть у нас еще один вопрос, который буквально перед эфиром к нам поступил. Он связан с... Ну, он относится уже и к тем, кто в браке, и тем, кто не в браке, и готовится, не готовится. Как выбрать психолога с христианскими ценностями, чтобы, может быть, обрести какую-то надежду и свободу? Это полный вопрос. Спасибо. Мне очень понравилось, знаете, что, Юля, в вашем вопросе. Вот даже вот работу над ошибками делать. Вот просто браво, да? Классный вопрос, без единого вообще помарки. Вот что вы сказали, психолог с христианскими ценностями, вы не сказали христианский психолог. Вообще сейчас это еще одна чушь, которая буквально бытует на везде. Христианский психолог. Ну, это примерно, знаете, как сказать, буддистский маляр. Там, не знаю, там, мусульманский, ну, кто может быть, там, уборщик. Давайте мы с вами как-то вот разводить вещи. Есть профессия или есть наша занятость, есть наше вероисповедание. И поэтому, да, есть психолог с христианскими ценностями, есть психолог со светскими ценностями, да? Ну, во-первых, правильно, первое, что мы делаем, мы выбираем психолога. Ну, во-первых, психолог. Кто такой? Психология – это наука о душе, да? Значит, человек, который знает творца человеческой души. Если он знает творца человеческой души, если он полагается на слово от творца человеческой души, он верит в ценности, которые нам даны свыше, окей. Второе, а сам этот человек так живет? Потому что, к сожалению, так бывает, что вроде бы тут все совпало, а человек, например, разведенный. Ну, к сожалению, в христианском мире тоже так бывает. Или в каких-то… То есть, если психолог оказывается разведен, но при этом учит о браке, о том, как строить хорошее отношение, ну, я же уже ошибся, я знаю, как не надо, да? Так работает или нет? Если этот человек говорит, вот как вы сейчас сказали, я ошибся, я знаю, как не надо, я знаю, как обратить дерьмо в удобрение, да, ну, давайте мы с вами на эту тему поговорим. Но ведь часто, смотрите, человек скрывает о том, что в его жизни это было. Он изначально лжет. Ну, вот, скажем, у меня магическую диссертацию защищала одна женщина, она служитель церкви, разведенная, вторично вышла замуж, и она у меня защищала программу, вот, магическую диссертацию на тему постразводного синдрома. То есть, понимаете, сама пройдя вот через эту боль, боль обретения себя, когда ты, будучи верующим человеком, вот проходишь через то, что даже никогда не мыслила, даже вот в страшных снах, и ей прошлось через это пройти. Понятно, что это сильнейшая программа. И она вообще классно работает. И если, вот, скажем, женщины обращаются с этим вопросом, я всегда отправляю к ней. Потому что лучше, чем она, но этого никто не сделает. Поэтому есть некий опыт. Если ты готов признать то, что это было, ты говоришь, что да, это было. Но, скажем, вы, ну, вы сами знаете, если человек, скажем, был зависимый, и, да, вышел, ну, как в научном языке это, вышел на пожизненную ремиссию, если говорить христианским языком, его Бог исцелил, да, полностью. Понятно, что он где-то, еще и приобрел оси знания, он лучше поможет, да, человеку, который вот в зависимости находится. Конечно, он понимает, что сейчас происходит, Он говорит вообще не по теории. Да, да, я тоже могу помочь, но у него это будет сильнее. Но, я просто знаю одного пастора церкви, у него 15 лет была зависимость, причем двойная, алкогольная и наркотическая. Потом он вышел вот на эту пожизненную ремиссию. Ну, то есть как бы, ну, получилось так, что мы вот как бы с мужем были вовлечены как раз в становление этой семьи, когда там жена от него была готова идти в свое время, там все, ну, то есть они восстановились, все. И он сейчас удивляется, почему ко мне никто с этим вопросом не идет. Хотя все знают, что я диссертацию магическую защитил, а диктолог он по образованию. А к нему практически люди не идут. Первый вопрос, который я ему задала, ну, назовем его Вася. Я говорю, Вася, а скажи, пожалуйста, а в церкви люди знают, что у тебя было эти годы зависимые? Он говорит, нет, как я могу это сказать? Я же пастор. А все. А ты не можешь помочь. Потому что пока ты не готов озвучить вот то, что в твоей жизни было, это значит, ты с этим не справился. Тобой по-прежнему руководят те самые ядовитые эмоции. Вина, стыд, страх, обида. Ты не способен другому помочь. И хорошо, что Бог удерживает людей от тебя, потому что они придут с одной проблемой, а уйдут еще с другой, с твоей уйдут. Не хотелось бы такой букет собирать. Вот. Поэтому, понимаете, если человек через это прошел, но он раскаялся, он это озвучивает, еще если он это поправил в своей жизни, это вообще мощнейшая вещь, и это мощнейший, получается, служитель. Но если человек скрывает, он чего-то стыдится, он не говорит. То есть вот тот самый Матфея, да, 18 глава, он вообще не выполняет своей жизни относительно себя. Так, а где же брать этих психологов? Может, есть какая-то ассоциация, там, школа, рейтинг какой-то? Не знаю, как вообще, если, допустим, в церкви нет такого психолога, как же его найти, если есть такой ответ? Ну, во-первых, вы не заморачивайтесь над темой психологов. Психолог – это синоним слова «душепопечитель». Да. Душепопечитель – человек, который опекает душу. Психотерапевт – это человек, который лечит душу. Ну, давайте. Психотерапевт и душепопечитель – в принципе, это одного поля ягода. Единственная разница, что, к сожалению, часто душепопечители… Ну, просто вот я душепопечитель. Но ты знания какие-то имеешь. Я не говорю там… В идеале, конечно, была бы какая-то бумажка там, диплом. Но даже если нет у тебя бумажки диплома, но хотя бы ты какие-то знания приобрел, ты какие-то книги на эту тему почитал, ты на каких-то курсах был, ты был, может быть, на каких-то христианских конференциях. Ну, то есть, у тебя должен быть некий багаж знаний. Понимаете, да? Поэтому не нужно заморачиваться на тему психологов. В конце концов, в любой церкви есть здоровые семьи. В любой церкви есть здоровые отношения. В любой церкви есть люди, которые готовы озвучить свою проблему. Ребята, вот мы были вот в таком, да, а теперь смотрите, обратили в удобрение. И смотрите, как у нас получилось. Я лично знаю семьи. Несколько лет назад, уже лет 10 прошло, когда мужчина приехал за 3000 километров к нам в Самару на 3 часа, чтобы поговорить, и обратно уехал. Он был в тяжелейшей порнозависимости. В тяжелейшей. Жена у него. То есть, он, это не последний человек в городе. Это вообще голова-голова интеллектуал-интеллектуал. Верующий в третьем поколении. Жена у него, значит, кандидат наук. Работает в университете. Она в тяжелейшей созависимости. И пока он разговаривал с моим мужем, я разговаривала с его женой. Вот, но я ей сразу сказала, так как у нас с вами онлайн, у нас всего 2 часа, потому что там был у нас между лекциями разговор. Я говорю, так, где у вас ребенок? Вот тут. Я говорю, отдайте его кому-нибудь, потому что вы сейчас будете плакать и рыдать. Я с вами буду разговаривать жестко, потому что у вас настолько вот этот нарыв, я его буду взрезать. У меня не будет времени даже на анестезию. Но если сейчас я с вами это не сделаю, вы не вылезете из этого. Был очень жесткий с ней разговор. Лена до сих пор вспоминает. Это было что-то. Ну, если мы опустим, да, все условности. Они создали программу освобождения от такого рода зависимости. Вдвоем. Они оба, он защитил у меня диссертацию магистрскую именно на тему освобождения, программа вот освобождения от такого рода зависимости. Она получила второе образование, ее было техническое образование, а она получила образование психолога, сейчас пишет докторскую, тоже на тему зависимости. Вы знаете, это просто мощь. И теперь, когда люди обращаются вот с таким вопросом, я отсылаю к ним. Потому что это мощь. Это реально люди, вот опять я повторю, любимую прискуску моего мужа, они дерьмо обратили в удобрение. И когда к ним обращаются, они говорят, вы готовы в удобрение обратить то, что между вами есть? Или вы готовы в этом тонуть? Это от всех скрывать и делать вид, что у нас все классно. Уже верующие. Резюмируя, чтобы найти психолога, необязательно искать именно психолога, но нужно посмотреть на плоды человека, что он сейчас уже делает. И возможно, это будет просто семья, у которой уже хорошее отношение, которые что-то прошли в своей жизни, которым вы доверяете. Вот Елена с Александром, когда они озвучили, через что им пришлось пройти, они сами просто были ошеломлены, тем потоком, который к ним пошел с просьбой им помочь. Но были особо духовные, которые говорили, ооо, как вы можете? Ооо, вы же пятно на церкви, на христианстве. Ооо, как вы можете? Ну, понимаете, ну, как бы... Я думаю, что в принципе в христианской сфере много разных тем. Много разных. Да, я бы хотела еще такой вопрос лично вам задать, как психологу. Если у нас будут смотреть разные люди, молодые и не очень, и верующие, и не очень, могут ли они своими вопросами писать к вам? Конечно. Если они действительно готовы что-то делать, что-то менять, и, может быть, за помощью, как личной консультации, так же перенаправить. Конечно. Хорошо, тогда мы ваши контакты оставим обязательно в описании нашего видео. Я вас очень благодарю. Эти аплодисменты вам, Надежда Николаевна. Спасибо большое. Я вас благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин